КХЛ ТВ Да, действительно, это так. Действительно, один матч. И какой эффективность «Адмирала» с Грегором и Шепелевым. Ожидание от матча «Звезд», который состоится уже завтра. Интересный гость. Об этом и не только в программе «Подробно» на КХЛ ТВ. Да, это так. Начинаем сегодняшнюю программу с матча, который состоялся в Владивостоке. Это перенесенная встреча с конца декабря месяца. «Адмирал» против «Новокузнецкого металлурга». Вчера они сыграли второй матч в этом сезоне. И «Кузнец» умел победить по булитам. Давайте посмотрим, как развивались события в сегодняшней встрече. Итак, арена «Фетисов», «Владивосток». Болельщики пришли на эту встречу. Ну и давайте смотреть, как забрасывали шайбы. Они сегодня были. Их было гораздо больше, чем во вчерашней встрече. Вот он первый момент, который возник в матче. И этот момент имели гости. Ну, надо признать, что «Кузня» провела отлично первый период и несколько хороших ситуаций создал для реализации своих шансов. И по броскам «Кузня» как раз преуспела в первые 20 минут. Вот еще одна хорошая возможность для того, чтобы отличиться. И «Кузня» этим шансом пользуется. Илья Мусина 1-0. Мы видим, как хороший заброс шайбы в зону. Такой точный на своего партнера. И ошибки игроков обороны «Адмиралу» приводят к этому голу. Отличная передача Гаррифулина на Мусина. И он забивает свой третий гол в чемпионате. Ну, а вот здесь Мусин пострадал. Шайба попала в него. И только с помощью партнеров и доктора команды он покинул лед. Ну, надо признать, что довольно-таки часто «Кузнец» ловил шайбу на себя. 19 блокированных бросков в сегодняшней встрече. И один из них привел к травме Мусина в этом эпизоде. Это уже фрагмент второго периода. И «Кузне» развивает свое преимущество. Дорофеев. Хороший бросок получился у Дорофеева. Забивает свой третий гол. Бросок от синей линии. А это момент уже, когда сразу после гола ситуация могла стать для «Адмирала» решающим моментом. Но здесь Хакимов был на высоте. Да, упустил момент Гюнге. Ну, вот ситуация в конце второго периода. Ее можно назвать в некотором роде даже переломной. Удаления пошли. И если вот в первом периоде команды по разу удалились, то во втором отрезке больше удалений было у новокузнечан. И вот под занавес второго периода «Кузне» играла втроем против пятерки соперника. Ну, вот то самое второе удаление, которое произошло. Плотникова отправляют на две минуты. И вот сейчас «Адмирал» получает двойное численное преимущество. Это преимущество приводит к голу. Николас Бергхорс, отдавая передачу на дальнюю штангу, мы видим, Гюнге навязал борьбу на пятаке. Шайб попадает в конек защитника «Новокузнецкая». И таким образом автором гола становится Николас Бергхорс, забивая 17-й гол в чемпионате. Это 37-й рвачков. А это третий период. Вновь в большинстве играет «Адмирал». И еще одна была прекрасная возможность для того, чтобы отличиться. Но Рафаэль Хакимов и в сегодняшней встрече сыграл очень здорово. Да, действительно, это так. Ну а вот ситуация, когда в ситуации 4 на 5 Зубов, навязавший борьбу за воротами, заставил ошибиться пару обороны здесь в данном случае. Доставил шайбу на пятак, и Макаров забивает свой седьмой гол в чемпионате. А вот что происходит незадолго до окончания основного времени. Вячеслав Ушенин шайбу подхватывает и здорово разбирается с защитником, а затем и с вратарем. 58-я минута периода. Ушенин устанавливает, забивает победный гол. Это ситуация, когда было большинство у «Адмирала». И в атаке сходу поймали они на таком моменте, когда Ушенин вышел один на один с Хакимовым и блестяще переиграл в личной дуэли. Таким образом, Владивостокская команда реабилитировалась за вчерашнее поражение. Победа со счетом 3-2. Победа, которая позволила «Адмиралу» сравняться по очкам с автомобилистом. Но «Адмирал», мы знаем, есть встреча в запасе. Ну вот «Адмирал», да, провел сейчас два матча недавно с «Амуром». Провел два матча против «Кузни». И можно говорить, что команда больше очков потеряла, конечно же, вот в этом отношении. И вот эти вот потери, они могут сказаться на дальнейшей борьбе за место в плей-офф. Безусловно, они могут сказаться. Хотя после Нового года «Адмирал» провел 8 игр, набрал 13 очков. Это чуть больше 50%. Но вот соперники, которые были у «Адмирала», это те команды, как раз с которыми необходимо набирать максимум очков. И с этой точки зрения, даже несмотря на то, что 4 очка они набрали из 6 возможных и с «Амуром», и с «Новокузнецком», вот те потерянные по 2 очка, они могут иметь ключевое значение в концовке, поскольку очень сложный календарь у «Адмирала» будет в дальнейшем. Предстоят 3 игры с «Новосибирской Сибирью». Это один из лидеров в данном случае. Причем уже в ближайшее время эти матчи состоятся. Эти матчи состоятся в ближайшее время. Два матча будет с «Уфой дома», два матча будут с «Авангардом». Это уже ближе к концу регулярки. Эти матчи пройдут 4 матча за 5 дней. Это тоже очень сложно. Это топ-команды. То есть 7 матчей с топ-командами, и здесь необходимо будет набирать очки. Это не так просто. Мы видим, какова конкуренция вообще в любом матче континентальной хоккейной лиги. И с учетом того, что «Адмирал» нельзя назвать опытной командой с точки зрения добывания, отвоевывания места под солнцем, поскольку один сезон, лишь такой опыт они имеют одного сезона. А предпочтение я все-таки отдам автомобилисту, который имеет и более простой календарь, и более сбалансированную команду, более, скажем так, с поставленной игрой и более стабильно выступающей на протяжении всего сезона. И более стабильный вратарь, наверное, тоже. Ну, безусловно, это тоже имеет ключевое значение. Но вот игры автомобилистов, я назвал игры, которые предстоят «Адмирала», игры автомобилистов, это две игры с «Трактором», две игры с «Югрой», три игры с «Ладой», две с «Нефтехимиком», «Минск», «Атлант» и «Рига». Это вот те соперники, которые будут. Конечно, они не простые, но это те соперники, прямые конкуренты, с которыми необходимо брать очки. И, на мой взгляд, у автомобилиста есть все предпосылки для того, чтобы эти очки брать. Мы сегодня пообщались с участниками матча. Первым, кому дозвонились, был Константин Макаров, нападающий «Адмирала». Он нам прокомментировал свою заброшенную шайбу, шайбу, которая стала второй в матч, шайбу, которая позволила «Адмиралу» сравнять счет в меньшинстве. Просто был такой момент, что можно было где-то подкинь и сыграть. Так все удачно получилось. И я забыл хорошо, как на защитника поддавил, отобрал, отдал пас хороший. Я оказался в нужном месте. Ну, вообще, по ситуации стараемся. Если есть возможность, где-то и в четвером можно накрыть и какой-то момент создать. Конечно, и счет был 1-2, и нужно было отыгрываться как можно быстрее. Хорошо, так удачно получилось. Самое главное, что сегодня выиграли, заработали три очка, важные очень для нас. Конечно, эти игры планировали, конечно, побольше очков взять. Здесь, к сожалению, неудачно с «Амуром» сыграли. И лишь-то там две шайбы и здесь. И должны были, конечно, больше очков брать. И сейчас бы уже полегче, я думаю, было. Но ничего, у меня игру меньше, чем автомобилисты. Еще 13 игр. Так что вся борьба впереди. Константин Макаров, нападающий «Адмирала», как раз он и говорит о том, что очень сложно придется в концовке чемпионата, в борьбе именно с Екатеринбургским автомобилистом. Но «Адмирал» сегодня продемонстрировал характер. Наверное, это вот такой положительный момент. 0-2 проигрывали и сумели отыграться и выиграть встречу в основное время. Действительно, надо искать позитив в любом моменте. И даже в таких играх, когда ты проигрываешь 0-2 и вытягиваешь матч, это всегда придает энергию твоей команде и надежду на то, что все будет хорошо уже завтра. Но я сказал о том, что матчи предстоят серьезные и к ним необходимо готовиться. На мой взгляд, с точки зрения лидеров «Адмирал» выглядит несколько слабее. С точки зрения характера несколько слабее, чем тот же автомобилист. Это выражается и в стабильности, и в участии лидеров. Скажем так, в результативном участии лидеров в самых важных матчах сезона. Именно сейчас тот отрезок, когда именно они выходят на первый план. И кто как сыграет, кто как подготовится к этим матчам с точки зрения лидерских качеств. То, наверное, так и закончен. На том месте и закончат чемпионат команды. Все будет зависеть и от управления командой, и от того, что какое мастерство, насколько каждый игрок готов пожертвовать многими вещами, добиваясь нужного результата. Кстати, лидеры «Адмирала» по ходу этого сезона периодически уходят в тень. И жаловался на них Грегор, когда работал с командой. И то же самое происходит сейчас при Шепелеве. Вот сейчас молодые ребята очень здорово проявили себя в последних матчах. На самом деле это так. Я могу объяснить это тем, что нет таких настоящих лидеров, которые готовы тащить за собой команду. Лидер – это тот человек, который, несмотря на любые обстоятельства, находит возможность вокруг себя объединять, во-первых, одной целью, когда вся команда объединена вокруг этих людей. Это может быть группа людей. Во-вторых, они должны быть стабильны на протяжении всего чемпионата. И когда спады, и когда взлеты. И вот касаемо лидеров, тут можно выделить Беркфорса, наверное, и Коларжа, который показывает, это защитник, да, который показывает стабильные результаты на протяжении всего сезона. Тот же Гюнге, тот же Угаров, тот же Лисин, да, и тот же Зубов могли выглядеть ярче и эффективнее во многих матчах. И это те люди, которые и определяют в данном сезоне лицо «Адмирала». И поэтому именно от их эффективности, именно от их стабильности зависит и от отрезка чемпионата, и в целом игра «Адмирала». И результат «Адмирала» по концу сезона. Сегодня пообщались также и с представителем Новокузнецкого «Металлурга» Илья Мусин, который забросил первую шайбу в матче, рассказал, что для него является каждый гол в нынешнем чемпионате. Каждый гол запоминается, конечно, я в этом сезоне очень много пропустил из-за травм, не играл очень долгий срок, и поэтому мне сейчас эти голы как воздух нужны после травмы. Они придают уверенность, конечно, мне каждый гол запоминается, и я стараюсь в каждом матче забить, но главное, чтобы команда побеждала, чтобы эти голы приносили победу. Мы первый раз в сезоне играли, две игры подряд, но как бы слишком уж это не ощутилось, но нас подготовили, доктора, тренеры, и все, мы вышли сегодня, были готовы к борьбе, играли в полную силу. Похожие игры очень были в обоих, мы вели очень долгое время, вчера нам повезло, мы дотерпели и выиграли по вулитам матч, сегодня немножко нам не хватило, а в принципе так были похожие матчи. Хорошо начали, повели в счете 2-0, потом много невынужденных удалений у нас, стали удаляться много, много выстояли в меньшинстве, но где-то, видать, силы у нас покинули, где-то удача отвернулась немного, и к концу, к сожалению, не смогли немножко дотерпеть, и пропустили эти голы, и очень обидно проиграли этот матч. Илья Мусин, нападающий Новокузнецкой Металлургой, естественно, он расстроен потерей очков в матче против «Адмирала». К нашему разговору присоединился заслуженный тренер России Сергей Гемаев. Сергей Инаильевич, добро пожаловать. Здравствуйте. Сергей Инаильевич, ну опять же, по сегодняшнему матчу, что можете отметить в игре «Адмирала»? Мы предложим как раз сравнительную табличку Грегора и Шепелева в текущем сезоне. Какие изменения можете отметить в игре «Адмирала» по ходу нынешнего сезона с приходом Шепелева? Произошли ли какие-то улучшения, на ваш взгляд, или может быть наоборот? Ну, играть они действительно получше стали. Все-таки Шепелев один из таких очень опытных тренеров, который поставил игру. Но опять проблема с составом совершенно очевидная. И по сравнению с прошлым годом, все-таки Иванников там очень здорово подтащил. В конце вот вы практически все рассказали сейчас в своем диалоге. Поэтому можно сказать, что вот эта проблема есть. И помните, вот когда три матча назад, как раз этот первый матч, когда в овертайме выиграл «Адмирал» у Хабаровска, тогда Шепелев сказал, нам этого очка может не хватить. На следующий день еще потеряли два, и потом еще с Новокузнецком. Вот эти пять очков, которые они обязаны были брать, если они хотели очень серьезно бороться за восьмерку. Ну, вот сейчас мы как раз и предложим, в том числе и нашим телезрителям, вот эту вот сравнительную табличку. Вот Грегор 29 матчей при нем провел «Адмирал», 19 матчей при Сергее Шепелеве. Видим, что у Грегора немножко больше очков, ну их не так, ну сколько, плюс два очка, но и матчей-то гораздо больше было. Ну и вот наблюдаем также процентные показатели при игре в большинстве и в меньшинстве. То есть во всех отношениях игра у «Адмирала» при Шепелеве улучшилась. Ну, показывая таблицу, я бы хотел заметить еще один момент, это нюанс календаря, да, на тот момент, когда игры, которые достались Грегору в начале чемпионата, из 28 тех игр, которые он провел, 13 были с топ-командами. То есть не совсем корректно будет сравнивать результаты улучшения игры относительно вот тех игр, которые достались каждому из тренеров. Касаемо Шепелева, именно ему достались игры с прямыми конкурентами. И мы видим, что действительно эффективность возросла, эффективность большинства возросла, практически по голову забивают они сейчас за игру. Меньше стали пропускать в меньшинстве, все равно меньше, это заметно. Но, повторюсь, из 19 игр, которые провел Шепелев, лишь три игры были с топ-командами. Это Уфа, Вангард и Сибирь, все они были проиграны. Остальные были матчи с прямыми конкурентами, вот подобные тем, которые достались после Нового года. Это и Кузня, это и Амур, это и Трактор. Югра была еще. Югра, то есть это те, и Лада, проигранный матч был в Ладе. Это те прямые конкуренты, в которых необходимо набирать очки, если ты мечтаешь о том, чтобы попасть в плов. До конца чемпионата остается провести Адмиралу 13 матчей, Автомобилиста 12 встреч. Понятно, что может произойти все, что угодно, но вот на данный момент, отталкиваясь от того, как играет Автомобилист и Адмиралу, кто выглядит предпочтительней? Если по таблице, это разгром Грегора просто. Просто вообще даже сравнивать не надо. Потом опять бы все в Уфу, там, каким-то там командам, топ-командам, а Трактор не топ. Сейчас Трактор играет сильнее в Уфе, поэтому тоже бы не стал. И вот я с вами согласен, вот как раз именно эти четыре игры, которые висели у Адмирала, они обязаны были обыгрывать. У аутсайдеров, там, единственные два аутсайдера у нас в лиге, это Амур и Новокузнецк. Вот их должны были обыгрывать, не обыграли. Вот это, это провал. Эта таблица мне просто интересна была самому, насколько изменилась игра, да? Ну, поскольку принципиальных изменений я вот по картинке не вижу, принципиальных изменений с точки зрения, там, там, изменений игры лидеров, да? То есть он заставил играть лидеров эффективнее. Я этого не вижу, ну, вот на самом деле. Мне просто было необходимо для себя понять, насколько, ну, лучше стало. Стало лучше, действительно, но и разные, скажем, достались моменты. Поскольку здесь нельзя исключать тот момент, допустим, с финансированием, да? Есть проблемы, и, ну, когда долгое время не получают игроки зарплату, в этом моменте очень трудно тоже управлять командой. Ну, разные нюансы, которые влияют на жизнедеятельность всей организации, они вот... Порой переносятся, переносятся, в том числе. Наславиваются, конечно же. Это для... отговорка для бедных. У Сибири тоже там задержки есть, но они все знают и спокойненько играют лучше, чем все ожидали. Это болтолня. Ну, это я не говорил, что это отговорка. Ну, я понятно, но мы об этом только узнали сейчас, вот, об этом не говорили. Про Сибирь сразу чуть ли команда там не снимется с чемпионата, они играли, здорово играли. Ну, так же, как и Атлант. Так же, как и Атлант. Ну, Атлант-то там, Жавнов молодец, он там все проявил, и так, чтобы задержек не было с деньгами. Состав ослаб, но с деньгами проблем нет. Но будет ли Атлант, это отдельный разговор. Ну, да, действительно. Ну, об этом мы поговорим еще обязательно, ну, а теперь будем потихонечку перемещаться от сегодняшнего единственного матча к главному событию января. Завтра состоится матч звезд континентальной хоккейной лиги, матч пройдет в Сочи. Ну, и сегодня лига объявила капитанов на матч, и капитанами команд на этом матче будут следующие игроки. Илья Ковальчук будет капитаном Запада, а капитаном Востока будет Данис Зарипов. Ну, вот лига не торопилась в этом отношении, наверное, они пытались просто дождаться, доедут ли эти хоккеисты до Сочи, поскольку у нас уже есть некоторые отказники, сославшиеся на травму. Ну, я думаю, что касается капитанов, тут вопросов нет никаких, да? Нет, нет. Самые достойные и самые уважаемые. И вообще какие вопросы... С точки зрения спорта, с точки зрения маркетинговых ходов, с точки зрения... Это именно лиги, это те люди, которые... Ну, просто, может быть, у болельщиков у некоторых возникли вопросы в том отношении, что капитаном должны быть те люди, которые выиграли голосование. То есть Кирилл Кольцов на Востоке, ну и Александр Радулов понятый. Был бы здоров, он бы поехал, он был бы однозначно капитаном. Нет, нет, не факт. Не факт? Потому что очень большой авторитет у Ковальчука, вот честно, ну, в сборной тоже он капитан. Поэтому тут не факт, а по Кольцову, ну, мы видели, какие голосования и у нас, и за океаном, поэтому тут тоже вопрос такой непростой. Что я бы хотел, вот по поводу, вот как раз отказников, вот все там по Нарину трогают, ну, любые причины могут быть, травмы, могут семейные... А Мяснёк, кто поехал? Вот скажите. Шипачёв. Кто это такой? Лучший центральный нападающий россиянин. И он не попадает... Я помню, он лучший из россиян. Ну, сборная игра, сборная об этом говорит, те, кто сейчас играет. И вот Шипачёв не попадает на матч всех звёзд. Это клёво, нет? А попадает Пелетье. Ну, Сергей Иванович, есть же практика того, что каждая команда должна представить хотя бы одного хоккеиста? Или вы не согласны вот с такой линией? Вчера программу смотрел, ваше внимание, сегодня пересмотрел. Это точка зрения тоже спорная. Ну, реально, все игроки, давайте честно скажем, все ведущие российские игроки собраны там в десятки топ-клубов. И из адмирала, если там ещё можно кого-то взять, из кого? Из Амуры или Новокузнецкого? Я скажу своё мнение о том, что на матче звёзд должны быть все звёзды, все лучшие игроки, которые есть на Западе, все лучшие игроки, которые есть на Востоке. В данном случае мы не видим всех по разным причинам. По травмам мы не знаем тех причин, по которым нет игроков. Мы не видим и Панарина, мы не видим Яна Коваржа, мы не видим Чичу, мы не видим Радулова, мы не видим Де Косту. Это первые пять бомбардиров чемпионата. Я назвал только линию нападения, но мы их не увидим. И поэтому я не сказал бы, что полноценным матчем звёзд. Конечно же, это будет событие, и те ребята, которые туда попали, они тоже талантливые и являются лидерами своих команд, безусловно. Но матч звёзд – это всё-таки такое представление и популяризация нашей игры. И по возможности необходимо задействовать максимальное количество звёзд, которые есть в лиге. Но, может быть, сверкают, которые приводят свои команды к победам, кубкам, медалям. Может быть, в следующем сезоне… Один факт, я только скажу, НХЛ, Николас Бэкстрим не был ни на одном матче звёзд. Представляете? Вот у нас это центр, который, мега-центр, ну, во многом Овечкин играет, и за него здорово так. Ни на один матч звёзд не был. Ну, может быть, он был бы в прошлом и в позапрошлом году, но матча звёзд не был. Но это если бы ДКБ, я согласен. Давно играет. Да. Ну, а мы теперь можем посмотреть, как приехали сегодня, собственно, участники матча звёзд. Приехали такой шумной большой толпой. И здесь были и игроки, и журналисты, и организаторы. Вот такой замечательный автобус с логотипами матча звёзд. Заселились все дружно в отель. Получили время на общение, естественно. Все такие расслабленные, довольные. Ну, вот, правда, по лицу представителей судейского корпуса этого не скажешь. Они люди серьёзные. Ну, погода была отличная. Погода была отличная. Плюс 15. Солнечно. То есть для некоторых представителей лиги, наверное, вот в январе месяце вот такую погоду застать очень проблематично. Ну, и, кстати, вот по этому поводу высказались Никита Гусев и Дмитрий Когарлицкий. Один, как известно, выступает в Ханты-Мансийске, где очень холодно. Ну, и в Череповце ненамного теплее. Расскажи, как вот с автоматического лета прилететь? Ну, как бы так непривычно. Сразу очень жарко, потому что там минус 30 сейчас. И, как бы, ну, пока непривычно. Куда делал? В шубу, валенки? В Москве дома всё оставил. Как бы куртки всё положил там, чтобы вернуться уже и забрать. Всё хорошо с настроением и, как бы, и позитивно, и весело, как бы. Я думаю, ещё организация, как бы, поможет нам быть веселее. Знаешь, где будешь участвовать или где хотел бы в каких конкурсах поучаствовать в Суперскилл? Ну, пока ничего не сказали, всё узнаю. Как бы, хотел булит пробить, но посмотрим, клап поставят и что будут делать. Не, ну, конечно, у нас в последние дни что-то был жёсткий минус. Да, ходил до минус 27. Уезжал, было минус 22 примерно. А тут плюс 15, наверное, даже больше. Конечно, приятно в лето вернуться, хоть на чуть-чуть. Как настроение? Потому что на матче звёзд хоккеистов ждут веселье, какого-то шоу. Как с этим дела? В данный момент пока не выспавше себе настроение. Потому что что-то рано сегодня проснулись. А так, конечно, с позитивным настроением прилетели сюда. Я думаю, что завтра будет весело. Как-то всё сжато просто получается, что в один день. Как бы, думали, что чуть подрастянется, может, пару дней. Ну, в один день будем, значит, один день веселиться. Это люди, которые завтра сыграют в матче звёзд. Ну, а сегодня состоялся уникальный матч в некотором отношении. Впервые в рамках матча звёзд прошёл матч по слэдж-хоккею. Ну, и вот сегодня на лёд вышли следующие команды. Удмуртия и Ижевск. Это первый слэдж-хоккейный клуб в России. Двукратный чемпион страны. И звезда. Это московская команда, которая создана при поддержке континентальной хоккейной лиги. Ну, и нужно сказать, что сборная России с первой попытки выиграла серебро Олимпийских игр. И, кстати, вот в составе Удмуртии было два серебряных призёра Олимпийских игр. Андрей Двинянинов и Руслан Тучин. В упорном и боевом матче звезда победила в серии буллитов. Ну, и мы можем послушать участников этого матча. Это товарищеский матч, а не видно, что он товарищеский. И почему так вот? Потому что это хоккей. Единственный ответ, потому что... Сладь. Это хоккей, слэдж-хоккей. Это, как любовь, даже на тренировках, если игра между собой, то это всё серьёзно. И тоже и вспышки, и силовые приёмы, и вплоть до того, что даже на тренировках может доходить до драка. Это нормально, это хоккей. До драка даже? Бывает, это до драка. Ну, так, погорячились, разбежались друг к другу. Просто он говорит к тому, что настолько вид спорта вызывает у нас адреналин по максимуму. Потому что, ну, может быть, я даже скажу больше, где-то, может быть, и не хватает вот этого того самого процесса, да, связанного со льдом, с игровым процессом. Поэтому мы пытаемся хвататься за каждую минуту на льду, по максимуму выкладываться, но чтобы максимально получить позитивные эмоции от этого вида спорта. Здесь просто моё мнение по-другому и быть не может. Очень приятно именно нам, как игрокам слэш-хоккея, что, ну, как бы, уделяется этому внимание, и внимание, конечно, это приятно, что приходят люди, там, пишут журналы, какие-то газеты, интервью. Всё, чтобы люди видели, потому что много людей, каких-то там инвалидов, они там образно даже только недавно это узнали, увидев там на Паралимпийских играх. Хотя, на самом деле, пять лет уже ребята выкладываются этим, занимаются, тренируются. Мы всегда пытаемся отслеживать в соцсети. Недавно вот здесь все команды посмотрели ролик, где в Канаде на тренировочный процесс слэш-хоккейной команды приехал Сидни Кросби и Клод Джеру. Это звёзды номер один канадского хоккея. Люди просто пришли на тренировку, сели в санки и сыграли в двухсторонках с инвалидами. Ну, конечно, просто я не то, что мы хотим надеяться, а я уверен, что когда-то в будущем у нас на этот уровень выйдет тоже этот вид спорта, потому что всё-таки Россия-то хоккейный держава. Представители хоккейного клуба «Звезда» Анатолий Пономарёв и Игорь Носков. Сергей Наилович, ну, завтра, собственно, уже начинается сам матч «Звёзд», и завтра сыграют ветераны. Посмотрели составы. Ну, легенды, да, легенды. И посмотрели состав, не нашли там вашу фамилию? Почему не сыграете в этом году? Я играю 100%, и я лечу завтра, и всё, и я играю за белый, за команду «Куаленко». А, вот в чём дело. Я не знаю, почему, там, в списке я точно был. Ну, может быть, сегодня днём... К рассказке не успеете. Нет, нет, мы летим завтра все, и все ребята в 10-10 у нас улетят. Ну, всё как обычно будет. Матч «Легенд», наверное, вновь интереснее, чем сам матч «Звёзд». Посмотрим. Кстати, мы вот были в «Алексине», где базируется сборная России по слэш-хоккее, и мы очень хорошо общались с этими ребятами, они потрясли нас. Я думаю, что он будет примерно такой же, тоже без словек приёмов, но, опять же, и те, и другие, и завтра, и мы, и команды, которые будут в 7 часов играть, ну, вот сам матч будет в 19.00, всё равно за победу будут биться, да, как обычно, первые минуты пройдут, так, знаете, довольно спокойно, а потом всё равно победитель будет определённый, и не будет такого, чтобы поддаваться. Самое тяжело будет вратарям, как обычно. Ну, прошлогодний матч в Братиславе был очень ярким, я сам наблюдал его из студии, и мы комментировали его. Нет, нет, там амбиций много, опять же, защитникам тяжело, они не могут играть жёстко, вратарям безумно тяжело, так, в принципе, это будет хорошая игра. Ну что ж, мы желаем удачи завтра в этом матче. Сергей Наилич Гимаев был гостем нашей сегодняшней программы, ну, а теперь давайте перемещаться к лучшему моменту игрового дня. Разумеется, он выбран из единственного матча, матча «Адмирал-Новокузнецкий металлург». Давайте посмотрим. Ну, я думаю, многие догадались, зрители, те, которые смотрели обзор этого матча. Это шайба Вячеслава Ушенина. Великолепный проход, и великолепно он забрасывает шайбу. Действительно, это победная шайба. Отметим отличную передачу Кузьмина. И на 58-й минуте игры Ушенин, 22-летний форвард, забивает свой шестой гол и приносит победу своей команде в столь важном для себя поединке. Да, мы отмечали молодых хоккеистов, и здорово, что сейчас они берут инициативу на себя, и в том числе помогают «Адмирал» набирать очки. Тройка лучших игроков по итогам сегодняшнего дня. Давайте посмотрим, кто эти люди. Яна Колоржа отмечаем, у него одна результативная передача. Показатель полезности плюс один, и очень много времени провела на площадке. Да, около 26 минут, действительно ключевая фигура. Также Рафаэль Хакимов, второй день подряд он оказывается в этом шорт-листе. Опять у него немало сейвов, немало спасений, и при этом отличный показатель статистический. Ну и отмечаем Константин Макарова, который поучаствовал в двух из трех шайб своей команды сегодня. Вот такая тройка. Ну и, собственно, все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Давайте посмотрим еще то, что нас ждет с вами завтра в программе матча «Звезд». Сразу же в 16.00 у вас будет возможность наблюдать за матчами. Ну, в 16.00 начнется наша студия на ХЛТВ и ХЛТВ HD. Мастер-шоу в 16.30. В 17.35 матч «Легенд» команда Каменского, команда Коваленко. И в 19.00 матч «Звезд» КХЛ. Команда Ковальчука против команда Даниза Зарипа. Ну, вообще, это «Восток» против «Запада», а это просто обозначены капитаны. Все это будет завтра в прямом эфире к ХЛТВ и к ХЛТВ HD. Вовремя включайте свои телевизоры, ничего не пропустите. На этом все. Владимир Гучек и Александр Байков для вас сегодня в студии к ХЛТВ. Нашим гостем был Сергей Гимаев. До свидания. Всего хорошего. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»!